Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Оптимизация в Градской Думе. В ней появилось 7 новых комитетов. Замена полиса обязательного медицинского страхования. ФМС дал свои разъяснения. Долгожданный скейт-парк в Рязани. Все ли им довольны? 30 октября состоялось заседание Рязанской Городской Думы. На повестку дня вынесли свыше 50 вопросов. Самые главные из них коснулись новой структуры Рязанской Городской Думы. 7 комитетов будут функционировать в Рязанской Городской Думе на постоянной основе. В Думе предыдущего созыва их было 8. Новый объединенный комитет будет заниматься вопросами местного самоуправления, регламента и депутатской этики. Другой важный вопрос на повестке дня – это изменения в положении о порядке и условии проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рязани. В документ внесли ряд изменений. Так, теперь в составе конкурсной комиссии не могут быть включены лица, у которых нет российского гражданства. Также здесь не могут быть родственники и супруги претендентов. И лица, имеющие судимость, признанные недееспособными и ограниченно дееспособными по решению суда. Расширен и перечень документов, которые должен предоставить кандидат на пост. Это справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с государственной тайной и справка об отсутствии судимости. Теперь кандидаты будут проходить индивидуальное собеседование по представленным основным направлениям социально-экономического развития Рязани и предполагаемой схеме организации управления городским хозяйством. По итогам конкурса Гордума в течение 20 рабочих дней должна принять решение о назначении лица на должность главы из числа представленных конкурсной комиссии кандидатов. В следующем шаге депутаты согласовали сделку водоканалу города. Предприятие берет 70 миллионов рублей в кредит на три года. Деньги пойдут на строительство, модернизацию и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. Почти 18 миллионов рублей пойдут на строительство водовода от Павловской ОВС до поста ГИБДД на Михайловском шоссе. 10 миллионов направят на санацию участка водовода от Новоселковского шоссе вдоль окружной дороги. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 26 октября в сети интернет появилась информация о необходимости получения гражданами полиса обязательного медицинского страхования нового образца до 1 ноября 2018 года. Здесь же говорилось и о том, что те, кто не успеют получить новый полис, сможет это сделать только с 1 января 2019 года. О том, насколько эта информация соответствует действительности, узнала Мария Рудая. Это настоящий обман всероссийского масштаба. Поменяй полис УМС, а то не успеешь. Именно так гласили табло на самых разных информационных ресурсах всемирной паутины. Но сотрудники регионального фонда обязательного медицинского страхования уверяют, ничего общего с действительностью данная новость не имеет. Это совершенно незаконная информация, которая ввела граждан всей страны в заблуждение. В настоящее время уже даны разъяснения федерального фонда. И я тоже хочу пояснить гражданам Рязанской области ни в коем случае не поддаваться панике. По данным фонда обязательного медицинского страхования, сейчас на территории России действительными и законными являются три вида полисов УМС. Два варианта бумажных, разница лишь в году выпуска, до 2011 года и после. И новый полис с чипом в виде пластиковой карты. Все три документа абсолютно равнозначны и дают право владельцу получать установленный перечень медицинских услуг бесплатно. При этом по системе обязательного медицинского страхования сейчас работают не только государственные клиники. В сфере медицинского страхования в 2018 году в реестр медицинских организаций было подано 99 заявлений от медицинских организаций. Из них большее число составляют государственные учреждения, их 55, 7 медицинских организаций федерального уровня и 37 негосударственных медицинских организаций, из которых 35 частной формы собственности. С перечнем поликлиник и видом оказываемой помощи можно ознакомиться на сайте фонда обязательного медицинского страхования. Чаще всего частные клиники оказывают диагностические и стоматологические услуги, а также ИКО. Несмотря на то, что в частных клиниках возможно воспользоваться полисом ОМС, полностью перевестись в такие центры невозможно. А вот раз в год поменять медицинскую организацию, как и страховую, по закону каждый человек имеет право, но только до 1 ноября. Обязательно надо подать заявление на имя главного врача той медицинской организации, которую он выбирает в данный момент. И уже на усмотрение главного врача, если у него есть такая возможность принять человека на это обслуживание, это все происходит. Если вы все же решили сменить поликлинику, возвесьте все за и против. Прикрепление идет по территориальному признаку, то есть где ближе. И если сейчас вы можете вызвать врача на дом в случае болезни, то с другого конца города терапевт не поедет, просто потому что не должен. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани появился долгожданный скейтпарк. Теперь молодежи, занимающиеся на скейтбордах, велосипедах, BMX и роликах, есть где оттачивать свое мастерство. Но профессиональные спортсмены уверены, площадка некачественная и травмоопасная. Даже в холодную погоду в скейтпарке полно юных любителей экстремальных видов спорта. Строительство этой площадки инициативная молодежь добивалась несколько лет. И вот, наконец, на Московском шоссе появились рампы и перила. Но, по словам профессиональных скейтеров, площадка вложенных денег не стоит. Данил Мазин – один из инициаторов строительства. Он занимается скейтбордингом уже 10 лет. И, как никто знает, какой должна быть скейтплощадка. Само покрытие, асфальт, как он сделан, он прям крошка. То есть можно собрать, не знаю, в карман положить, он весь сыпется. Ты когда падаешь, ты весь раздираешься, а должен скользить. Хотя бы у нас даже на тротуарах кто лучше вкладывает асфальт, чем здесь. Владимир Райдер – именно так называют экстремалов, который выполняет трупки на велосипедах BMX. Он владелец собственного скейтпарка. По его мнению, площадка сделана крайне непрофессионально. Такую площадку надо было делать примерно 10 лет назад. Такого уровня площадка, и она даже не стоит своих денег. Можно было ее намного больше сделать и качественнее. А эту площадку сделала компания, которая даже не занимается постройкой скейтпарка. Недовольна площадка не только спортсмены, но и жители ближайших домов. По словам местных жителей, экстремалы приходят кататься даже по ночам. Невыносимый шум не дает спать никому. По их мнению, площадку стоило делать на открытой местности, а не рядом с жилыми домами. Несмотря на все недовольства, многие все же благодарны, что в городе площадка вообще появилась. И юным скейтерам и райдерам теперь есть где заниматься. Мне здесь нравятся крутые горки, только нам страшновато. Какой бы ни была площадка, родители юных экстремалов должны следить, чтобы их дети соблюдали меры безопасности и катались исключительно в защитной экипировке. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Число аварий не увеличилось. Несмотря на выпавший снег, дорожная ситуация региона остается в норме. Резкого всплеска ДТП не последовало. Тем не менее, есть пострадавшие. Подробности далее. ДТП с несовершеннолетним произошло в Рязани. Молодой человек госпитализирован. С травмами его доставили в одну из рязанских больниц в понедельник. Причина ДТП неизвестна. 29-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Киа Оптима», по предварительной информации, совершил наезд на перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 15-летнего подростка. Перекрыл региональную трассу. Ночью грузовой автомобиль с полуприцепом вошел в занос и влетел в барьерное ограждение. ДТП произошло в Захаровском районе, на трассе Рязань-Калуга. Водитель не справился с управлением из-за плохих погодных условий. Несколько автомобилей столкнулись и на северной окружной в районе Борок. ДТП произошло и на перекрестке улиц Горького и Краснорятской. Там встретились Лада Калина и Лада Гранта. Авария случилась на перекрестке Первомайского проспекта улицы Маяковского. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В целом же, выпавший снег не вызвал всплеска ДТП. Цифры остались в пределах привычных. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травму различной степени тяжести. В области произошло 25 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 4227 нарушений ПДД. В том числе два факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД рекомендуют как можно быстрее переобуть автомобиль в зимнюю резину. Ведь это позволит улучшить сцепление с дорогой, а значит позволит быть уверенным в безопасности маневра. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новый закон о восстановлении прав вступил в силу в России. Одно из нововведений – автомобилисты смогут вернуть водительские удостоверения только после того, как оплатят все выписанные штрафы. Как рязанцы относятся к этой инициативе, выяснила Дина Исляева. Юхи Мук, ко мне подходим, расписываемся. Не галочка, подпись. 20 минут на то, чтобы ответить на все вопросы. В экзаменационном классе ГИБДД тишина. В этот раз теоретическую часть дают не только те, кто получают права. В этом году изменились правила восстановления водительского удостоверения. Езда в нетрезвом состоянии, проезд на запрещенный сигнал светофора. ДТП с причинением вреда здоровью участникам дорожного движения. Это лишь небольшой список нарушений, за которые лишают прав. Теперь водителям, чтобы их вернуть, нужно еще раз сдать теорию в ГИБДД. Алексей один из таких водителей, но на камеру, что нарушил закон, не признается. У меня срок подошел уже. Срок подошел? Да, сдавать. Пришел пересдавать за это. Около года ездил только. Потом транспорта не было. Таким водителям, как Алексей, восстановить права разрешат только если оплачены все штрафы. К теоретическому экзамену допускают тоже не сразу. Пройти теоретический экзамен можно после прохождения половины срока лишения права управления транспортными средствами. Гражданин должен подать заявление о возвращении водительского удостоверения в подразделение по месту лишения его данного права. Если гражданин хочет получить водительское удостоверение в другом подразделении, он может подать заявление, но не позднее 30 суток до окончания срока лишения. Если водителя лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии, ему придется предоставить медицинскую справку о том, что у него нет противопоказаний к управлению транспортным средством. Водитель с 30-летним стажем Николай считает, что новые меры все равно очень мягкие. За рулем маршрутного такси он 15 лет. До этого водил больше груза. Я бы лишил по жизни этих водителей. Мы людей возим. Нам нельзя не ошибаться. Мы должны предотвратить, предугадать. То есть все этим сказано. Мнения водителей легковых авто по поводу нового введения разделились. Я думаю, что поможет, конечно. Многие и без правил получают права. Возможно, порядок будет на дорогах. Я думаю, вряд ли. Вряд ли. Все-таки в большей степени зависит от стажа езды. Поэтому если у человека 25 лет стажа, и там нарушение, которое разовое было, я думаю, вряд ли. В любом случае, новое введение уже действует. Поэтому прежде чем садиться за руль и спешить куда-то, нарушая правила, стоит подумать о том, что вернуть права будет не так просто. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 30 октября – общегосударственный день памяти жертв советских репрессий. В Рязани прошла ежегодная акция, в рамках которой зачитали имена людей, пострадавших в годы массовых репрессий, а также совершили заупокойные молитвы о пострадавших. Более 35 тысяч жертв политических репрессий проживали на территории Рязанской области. Их имена почтили молитвой памяти. Идею акции подсмотрели в Москве 6 лет назад. С тех пор ее проводят в Рязани регулярно. В семье Евдокии Протасовой было трое сестер. Брат родился через два месяца после того, как отца забрали. Всю жизнь мы это переживали. Всю жизнь. Мы были занозой общества. Занозой нас не считали. Как говорится, хоть как-то отличайся, все равно ты в хвосте плех. Потому что были мы отроски врагов. В архивных фондах УВД хранится более 14 тысяч дел о людях, осужденных по политическим причинам и впоследствии реабилитированных. Такая судьба ждала деда Владимира Каптриана. Его арестовали по ложному доносу. Грянул 1937 год. Издание Ежевого приказа этого, Соловещего, 0047, согласно которому вводились расстрельные списки, вводились списки на выселение врагов народа. И интенсивно начался арест. 10 июня 1938 года его расстреляли на Бутовском полигоне НКВД. И лишь спустя 20 лет реабилитировали. Помолиться за родных и близких можно 30 октября. В общегосударственный день памяти жертв советских репрессий. Имена зачитывают из книги памяти. Однако организаторы подчеркивают, что списки далеко не полные. Человек мог несколько месяцев или несколько лет подходиться под заключение, потом говорит, извините, мы ошиблись. Потом, например, своих родственников я многочисленных не нахожу в этой книге памяти. Хотя есть государственные акты, органы в прокуратуру, Верховного суда, военных судов о том, что реабилитировано. Поэтому эта база далеко-далеко не полная. К сожалению, другой возможности почтить память павших родственников у рязанцев пока нет. Сейчас проходит сбор средств на установку памятника жертвам репрессий. Среди инициатив также проведение акции «Забытый полк». По аналогии с бессмертным. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязань продолжает наращивать туристическую привлекательность. Скоро на центральных улицах появится три новых арт-объекта. А между тем все чаще поступают сообщения о поломке уже установленных. Нужны ли новые памятники региону, выяснила Галина Кудряшова. Декоративную ограду скверы на территории Рязанского Кремля пытались похитить. Четверо злоумышленников демонтировали 19 секций забора. Около церкви преображение Господня. Злоумышленников задержали полицейские. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Другой акт вандализма произошел около входа в Кремль. Это памятник рязанскому леденцу. Его установили недавно, всего два месяца назад. Однако главного атрибута – сахарной конфеты на палочке – уже нет. Ее отломили специально. Кто и зачем – остается загадкой. Новые арт-объекты появляются в Рязани регулярно. Сейчас готовятся к открытию три новых памятника. Они будут установлены на центральных улицах Рязани. Скульптура в виде рояля появится около здания филармонии. Указатель с фотопленкой – около фотодома имени Кошерина. Третий обозначит нулевой километр Рязани. Нулевой километр каждого города находится около главпочтамта. Традиционно он обозначается металлическим люком, похожим на канализационный. Его диаметр составляет один метр. Такой арт-объект станет частью превращения улицы Почтовой в Рязанский Арбат. В изготовлении конструкции объявили электронный аукцион. Максимальная сумма контракта – 650 тысяч рублей. Подрядчика выберут не позднее 30 ноября. Местные жители отмечают, что в Рязани уже есть на что посмотреть. У Галины Ковалевой юбилей поздравить ее собрались друзья из разных уголков страны. Углича, Новокузнецка, Белгорода, Казани. Праздник не обошелся без экскурсии по городу. Мы вообще из Новосибирска приехали, поэтому у нас это город молодой. У нас все 125 лет. А здесь архитектура, конечно, впечатляет. И Кремль сам по себе, конечно. Впечатление очень шикарное. Есть, конечно, красивые места у нас. Очень красивые. Хорошо, что сейчас город отстраивается, становится красивым. Ну, так что все замечательно. Конечно, новый город, новые впечатления, новые знакомства. И вообще, вообще, такая красота у вас здесь. Сделать Рязань привлекательной для туристов – одна из главных задач, которую поставили перед собой правительство и администрация города. В планах войти в состав Золотого кольца России. Глава Рязани Юлия Рокотянская уверена, город этого достоин и не попал в свое время в список из-за закрытости и развитого оборонно-промышленного комплекса. Это давние традиции. Это красивая архитектура. Это те моменты, которые сейчас совершенствуются, реставрируются, приводятся в соответствие. Видите, как центр развивается. Конечно, наша дальнейшая задача – максимально расширять вот то пространство, центр, приводя его в соответствие красоты, благоустройства, чистоты и так далее. Сейчас акцент делают на новые современные арт-объекты, иногда забывая, что главной жемчужиной города остаются старинные здания, часто нуждающиеся в реконструкции. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Далекое путешествие по России для семьи Невинских в этом году закончилось. Юлия, Кирилл, Данила и Платон, доехав на своей машине до Дальнего Востока, вернулись домой в Рязань. Поездку они назвали «Вместе далеко» и выкладывали подробности путешествия на своем канале в Ютьюбе. Детальными поездки и своими впечатлениями необычная семья поделилась с Марией Рудой. 27 тысяч километров за 4 месяца семья Невинских действительно вышла из зоны комфорта. Кирилл, Юля, Данила и маленький Платон проехали в своем доме на колесах более 10 городов России. Красноярск, Хабаровск, Чита, Горноалтайск, Абакан, Барнаулы – это далеко не весь список. Мы доехали до Владивостока, Приморский край, соответственно, там безумно красивое море, безумно красивая природа, это там скалы такие, там чистое, прозрачное, зеленое море. Зеленое не потому, что оно цветет, а потому, что там какие-то водоросли, еще что-то. Мы, даже у нас был такой некий гастрономический тур, мы там всяких гребешков поели, крабов, икру ежей морских покупались, потому что мы были там в сентябре, ну, скажем так, это такое окончание сезона. Напомним, путешествие в стиле ванлайф для Невинских началось 1 июля. До этой даты шли приготовления к поездке мечты. Кирилл полностью спроектировал машину, изначально это была обычная газель, сейчас это дом на колесах, кровать, душевая, кухонная и обеденная зоны. Поэтому в поездке в плане питания мало что изменилось, продукты покупали в магазине и готовили как дома. Эмоций от поездки осталось у всех, много, особенно у детей. На момент начала путешествия Платону исполнился всего год и два месяца, поэтому поделиться своими мыслями он пока не может. А вот Данила делает это с удовольствием. Путешествие очень понравилось, конечно, больше всего понравилось это как раз Алтай и Байкал. Это самое, что запомнилось. Мы много раз разводили костер, сидели около него, пили чай, жарили какое-либо мясо. И вот мне это очень нравится. За необычной поездкой наблюдали не только в России. Юлия и Кирилл признаются, поразило их многое. И бескрайняя, но в то же время прекрасная такая разная Россия, но больше всего люди, которые вдохновили и на другие проекты. Сейчас думаем над следующими проектами. Понятно, что вернуться сейчас в ту жизнь, которая была у нас до путешествия, и не хочется, и, наверное, невозможно, потому что уже рамки расширились, с границей стерлись, и теперь понимаем, что надо делать то, что хочется, надо, собственно, воплощать в жизнь теперь следующие мечты. Самым сложным было сделать первый шаг, а сделав его остановиться просто невозможно, признаются Юля и Кирилл. Несмотря на мелкие неприятности, которые случались в пути, например, Юля с улыбкой вспоминает, как они затопили машину и несколько дней сушили вещи. Обратной дороги нет. В своем путешествии они действительно нашли место в жизни. Насколько раньше мы были замкнуты, скованы, то есть для нас расстояние 100, 200, 300 километров казалось уже чем-то таким большим. То есть когда мы, например, выезжали из Хабаровска, из Читы, у нас следующая точка была Хабаровска, там порядка 2000 километров, и между ними ничего, то есть мы такие, ну окей, нам нужно 2000 проехать. И это уже не воспринималось как что-то такое невероятное. Данила на переднем сидении. Рядом с папой маленький Платон спокойно сидит в детском кресле. Рядом с мамой их ждет еще много дорог, которые ведут только вперед по нашей бескрайней стране. Ну что, на самом деле это путешествие закончилось. Оно во многом состоялось благодаря нашим партнерам. Но впереди нас ждет очень много всяких разных приключений. Можете следить на нашем канале на ютубе «Вместе далеко». Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад»